Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать Akai GX725D. Это не топовая модель, есть повыше, но все атрибуты топовой модели есть, кроме подстройки биос плавного. Тогда еще калибровки не было в те годы. Это конец семидесятых годов, но зато есть сквозной канал, полностью металлический лентопротяжный тракт, стеклоферритовые головки. Мне вам, к сожалению, их сейчас не показать. Просто сейчас мы вам послушать поставим косетку без хрома и услышите. Ну вот, так вот он работает. Звучит он сейчас с ресивером Hitachi SR803 на акустику Sabo Professional 1300. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот такая. Вот такая, да. Ну, сейчас еще поставлю прослушать еще один фрагмент. И на этом мы закончим. Да, чем хороша эта модель, можно как бы писать с хорошим таким уровнем записи. И, естественно, не боятся они перегрузки по записи и по воспроизведению, что самое важное. Нету такого кассетного эффекта цыканье-пшиканье, как раньше были, помните, на советских манитофонах с ограниченным динамическим диапазоном. Музыка 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 Ну вот, пожалуй, и все. В заключении советую все-таки прислушаться к советам опытных меломанов, что старая техника стоит того, чтобы хотя бы попробовать ее один раз послушать. Новая звучит, конечно, хорошо, и конденсаторы там не высохли, я, конечно, смеюсь. Но звук и вовлеченность восприятия музыкальной композицией, несомненно, выше у старой техники 70-х годов. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин